Наша служба и опасна, и трудна. Это слова из известной песни по-настоящему отражают трудовые будни уголовного розыска. Их работа скрыта от глаз обывателя, однако благодаря ей прещане и гости города над Бугом могут спать спокойно. На счету оперов не одно раскрытое преступление против личности, поиск лиц, скрывшихся от следствия и суда. Именно они обеспечивают противодействие имущественным преступлениям и количество раскрытых дел тому подтверждением. Раскрываемость в настоящий момент составляет около 60% по линии уголовного розыска преступлений. Раскрыты у нас в настоящий момент все убийства, причинение тяжких телесных повреждений, разбой, резонансные преступления. Многие, в том числе ДТП, они вызывают очень большой общественный резонанс, когда водитель сбивает пешеходов на проезжих частях, правильно, или на обочинах дорог и скрывается с места. Поэтому на такие преступления, конечно же, выезжают самые подготовленные сотрудники уголовного розыска. И эти преступления мы стараемся раскрыть в небольшой промежуток времени. Сегодня в уголовном розыске трудится огромное количество настоящих профессионалов. Каждодневный нелегкий и опасный труд сформировал образ мужественного, решительного и нравственно твердого сотрудника. Они ответственно выполняют свою работу и, следуя девизу, служат закону, народу и отечеству. На торжественном мероприятии лучшим сотрудникам уголовного розыска были вручены грамоты и нагрудные знаки. К отмечу от ветераны, принявшие участие в совещании, на смену им пришли достойные опера, которые отлично работают, используя современные технологии и новые схемы. Сотрудники уголовного розыска обеспечены и техникой, и компьютерами, и всеми другими оперативно-техническими средствами. Сейчас на высшем уровне находится и криминалистика, где раньше следы надо было вручную откатывать пальцы преступника. В настоящее время все это делается автоматизировано. Поэтому я считаю, что если и так дальше будет продолжаться, то сотрудникам уголовного розыска придется легче, чем когда мы когда-то начинали свою службу. У нас есть люди, профессионалы, которые поддерживают преемственность поколений. У нас, если брать и ветеранов уголовного розыска, у нас они постоянно не остаются, когда уходят они на заслуженный отдых, они не остаются в стороне, они постоянно помогают молодым сыщикам в становлении их, помогают в раскрытии преступлений, поддерживают эти традиции. Это, конечно, очень большое подспорье в нашей работе. Для людей, которые выбрали такую профессию, работа становится делом всей жизни. Она требует выдержки, самоотдачи и ежедневного кропотливого труда. Важную роль здесь играет поддержка семьи. Ведь порой расследования занимают не только рабочие, но и личное время. О настоящей жизни оперов на мероприятии смогли узнать школьники, которые в будущем мечтают носить форму. У меня мечта как бы с детства служить в милиции. Ну, еще свой путь я не выбрал, куда именно, в какую структуру идти. Но вообще хочется, вот в уголовный розыск после сегодняшнего дня. Ну, все, кто у нас учатся, ребята, все хотят в дальнейшем связать свою жизнь с милицией. Поэтому они к нам и идут учиться. На торжественном собрании не раз отмечалось, что сотрудники уголовного розыска – люди, которые служат не ради корысти. При исполнении служебных обязанностей они порой рискуют собственной жизнью во имя сохранения жизни других.